Добро пожаловать на наш канал! 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 МВД, МВД РФ, вся эта информация так есть, но когда я ему набираю, он говорит, не звоните сюда, это другая служба, ну никакой, ну я не могу за сотрудника другого отделения отвечать, я-то что за свою помощь, согласен, вы за что купили, за то продали, вот и все, я так же поверил, вот смотрите, давайте, 925, какой номер вы мне еще давали? 495, 8495, дальше, 667, 667, но этот номер я не звонил, я так думаю, так я запомнил от номера, видите, я на него звонил от номера, видите, вот, я звонил на этот номер, я звонил от номера, ничего, нет, это не то, вот 925, смотрите, давайте еще другого номера, Вот 925, видите, тоже пятого марта я звонил, видите, давайте еще что-нибудь другое, номер там, 667, 54, 33, 8495, 667, дальше, 54, 33, 33, ну, сейчас посмотрим, звонил я на него или нет, да, это я марта, Я ругался с ними, я говорю, ребят, что за дела, попробуйте отправить электронную заявку на электронный ящик, уже Так в том-то и дело, я почему им стал звонить, потому что я им отправил заявку, а уведомление мне не пришло, я говорю, вы что, там работаете или нет, или заработались? Ну, значит, да, значит, да, значит, да, они сказали, вы не мне звоните, вот эти номера, чтобы вы не мне звоните, Или приходите сюда, вот, я говорю, все, я приду, я пришел сегодня, напишите жалобу, скажите мне жалобу, хорошо, скажите, пожалуйста, кто-нибудь есть из поднамочек, есть, кто может с нами пообщаться на эту тему, кроме вас? Здравствуйте, здравствуйте, меня зовут Владислав Владимирович, фамилия моя Лунков, Меня зовут Евгений Анатольевич, фамилия моя... Я не услышал вас, там помешали, можно отойти? Вы же не боитесь народа, или мы можем зайти? Есть платформа, в настоящее время с миром сдержала, которая объединила более 100 людей, уже 150, ну, количество людей. Очень многие люди, которые сознательные граждане, хотят работать в достаточно правовом поле. В настоящее время очень много происходит инцидентов между гражданскими лицами и между сотрудниками полиции. Нас, как граждане, это, ну, начинает просто смущать. Но, что радует, сразу скажу, ведомство, которое возглавляет господин Черников, справляется на пятерку минимум. Не говоря, что на плюсы. Некоторые есть на четвертых. Есть даже на тройку некоторые. Но Черников до того, я не знаю, обучил свой состав, законы знают, ну, ура. Конфликтов сейчас с ГИБДД и в интернете везде намного меньше. Уже даже те блогеры, те журналисты, которые работали с сотрудниками ГИБДД, ну, нет там. Они уже ушли из этого поля, они, ну, начинают заниматься другими, да. Это все наши журналисты, все. Ну, грамотные, ребята. Но в последнее время произошло, посмотрите, ну, Кищенский отдел. Ну, просто, ребят, ну, звери. Ну, незнание закона. Вы не будьте юристом, не будьте. Человека ведут гражданского лица. Не водители на продуктах. Врач ему говорит, вы можете согласиться, может, нет. Гражданин совершенно трезвый, он уверен. Он только из больницы выписан. Ну, ясно, что. И врач ему говорит, вы можете отказаться. Он говорит, я тогда отказываюсь, не вижу смысла. Вы уходит сотрудник, вы арестованы, вы отказались продуваться, 19.3. Граждане, это все смотрят, весь мир нас смотрит. Мы куда катимся? Мы куда скатываемся? Ну, дальше некуда. Ну, это же просто, ну, это же, как разводится, абсурд. Человек отказывается продуваться, то есть, в пользу своим правом, для него составляет 19.3. Вы задержаны. Одевают наручники. Мы возмущены, ребятки. Это наша с вами страна. Если вы считаете, что это, вернее, ваша страна, вы ошибаетесь. Это наша с вами страна. И мы против вот этих сотрудников. И мы готовы проводить беседы. Как сотрудниками ГИБДД. Я считаю, что усилием блогеров, потом последующим сталшим журналистом, мы добились того. И опять же, совместными усилиями. И когда и Черников, и им руководство, и инспектора ГИБДД, и руководство ГИБДД встречалось с активным населением. Приходили к общему мнению. На дорогах у нас два ряда. Почему происходит в дежурных частях? То же разрешают видеосъемку, то же запрещают видеосъемку. Ну сколько можно? Мне странно. Я захожу в один отдел. Можно видеосъемку? Можно. Можно видеосъемку? Нельзя. Пишу заявление. Ребят, из вас кто-то ж не прав. Ну кто-то... Один говорит, можно, другой говорит, нельзя. Какие-то требования кто-то незаконные предъявляет. Мы предлагаем объединиться совместно с МВД, с уполномоченными лицами, с нашими активными гражданами. Мы насчитываем более... Мы набираем более тысячи блогеров, которые на своих каналах разместят информацию, что положительная динамика идет. Нас сейчас интересует... И в последнее время, если мы живем и отслеживаемся, нас сейчас интересует здоровье нации. И программа президента о безопасности, о здоровье нации, именно в пищевой отрасли. Сейчас очень много просрочек существует. И посмотрите, мы сейчас на это уже силы положили. Мы нечаянно столкнулись, человек пришел, паспорт и стол его повязали. Все. Уже один оправданный человек. Ну давайте об этой ситуации. Я немножко по конкретике, я отнимаю, тема вашего обращения именно такая. Да, вот люди стоят пострадавшие. Ну что такое? Ну куда? Ну сотрудник вольт. Я говорю, требуем, ты отказался продуваться в 19-3 наручнике. Какой ты на преступнике? Есть решение судов, что человека оправдали. Человека оправдали. Вы что творите, ребята? Вы что с населением делаете? Вы что хотите, чтобы население перед вами говорило? Видя сотрудника полиции. Вот здесь, давайте обратим здесь внимание. Мы хотим что-то добиться. Посмотрите, сколько людей ходит на праздник. Уберите, пожалуйста. Здесь массовые нарушения. А мы хотим от населения. И сотрудники полиции первые, которые пытаются. Посмотрите, сколько сотрудников пройдет на праздник. Посмотрите, давайте обратим внимание. Мы не построим никогда нормальное общество, если сами не прекратим нарушать. Вы посмотрите, вот Ян Кутелевский, я его адвокат, я его защищаю, я говорю, Ян Николаевич, судья, скажи, что ты паспорт не показывал. Он говорит, я обжать не могу. Ну, с этим надо что-то решать, давайте объединяться, давайте совет, правительственный совет, давайте, мы готовы поучаствовать в советах, давайте строить нормальное государство, давайте строить правовое государство. У нас люди все с двумя, с тремя высшими образованиями и какой-то неграмотный, к сожалению, сержант начинает ему законы объяснять. Владимир Владимирович один, вы забыли. Владимир Владимирович, это не ваша проблема, это общая проблема. Ваше возвращение, оно, я вам могу сказать, что оно у нас принято, получит, ответ вы получите в основном законном фонде. Вы спрашиваете там о порядке приема, у нас для этого существует приемная... Мы это знаем, мы это знаем. Вы хотите нас отфутболить? Нет, мы не хотим. Вы же говорите, мы вам разъясним, нам не надо, мы же отлично знаем приемное, какой идет прием. Мы это все отлично знаем. Мы предлагаем, давайте, встретимся и обсудим сложившуюся проблему. Если вы готовы обсуждать, нет, мы будем ее так же решать, сами самостоятельно, как и решали. Через аресты, через запрещение, это не добру это не приводит, поверьте. Если граждане пришли к вам самостоятельно, вот эти граждане, которые здесь, то же конкурессы, то же движение, никогда вы их добровольно не вытащите. Мы сегодня, мы пришли добровольно к вам. Не через аресты, не через запреты. Все добровольно пришли, потому что все отстали от этого быструдела, который... И вы правильно соглашаетесь. Я рад, что вы соглашаетесь, у вас есть совесть, что есть пробелы. И у нас есть проблемы. Вы думаете, граждане всегда себя положительно ведут? Я тоже некоторые смотрю вещи, когда они дерзят сотрудникам полиции и что-то делают. Тоже неправильные вещи. Но сотрудник полиции, ну то есть сотрудник полиции, чтобы стойко выставить, он не себя додает. Он должен выдержать и успокоить гражданина, а не завязывать его руки сразу. А так же сказано, они сразу начинают... То есть, да, надо просвещать. И мы готовы на всех своих каналах просветить и сделать отличный ролик. В отличие от вашего ролика, который вы выпустили для сотрудников полиции, и я могу сказать, я не знаю, знаете ли вы об этом ролике или нет, потому что мы знаем инструкцию для сотрудников полиции, как себя вести. Там тысяча разрешений. Там неправильно, там сотрудников в пигму гонять будете, своими рекомендациями. Мы это не вы делали. Я понимаю, ваша правовая служба делает. Я готов с ним встретиться и обсудить это. Неправильно, не так должны сотрудники полиции вести, как вы их учите. Ну, или как служить этот ролик. Но нас уже ролики стали делать. Наши журналисты там показывают. Вот они, вот, явицы. Слышали о документе, да? Не ролик, а фильм. Ну, фильм такой. Мы сняли, да. Он неправильный фильм. Он настраивает граждан против полиции. Полиция против граждан. У нас уже есть свои юристы, которые готовят. Понимаете? Ну, то, что вы с ним не соглашаете, у них своя позиция. У вас своя. Понимаете, когда два юриста, три людей. А мы что предлагаем? Давайте вместе соберемся и сделаем один. Где наши активисты, известные люди, скажут и скажут, так делать нельзя. Мы же тоже готовы сказать, что граждане где-то заблуждаются. Так кого они услышат, граждане? Сотрудника полиции или достойного гражданина, который себя уже показал на этом мире? На этом поприще. Я считаю, что и так, и так надо пробовать. Со всех сторон надо пробовать. Мы тоже говорим, уже пропагандируем. Когда, наверное, слышали дело, как он говорит, называется, в Санкт-Петербурге, да? Слышали, Санкт-Петербурге? Мы считаем и мы говорим, я так же, что я комментарий говорю, отчасти он... Отчасти Климанов прав. Какой-то части. Почему? Сейчас настало время, что лучше выполнить, а потом он жалоб. И посмотрите, что мы сейчас делаем. Суды завалены нашими жалобами, нормальными, достойными жалобами, мисковыми заявлениями в порядке кассы. Действия бездействия. Мы не допускаем до 19 гривен. Мы, посмотрите, опять же, мы готовы к вашей незаконной тренировке, приедемся в суде. И мы хотим граждан приучить к этому. И тогда наши 50-100 человек, достойных граждан, Владимир Болос, вместе с вами скажут, давайте поступать так, я думаю, население нас с вами услышит. Конечно, но... Если вы против этого... Если вы... Я слушаю вас. МВД никогда диалога с общественностью не уклоняет. У нас есть различные формы. В общем, так же и ваше отношение будет рассмотрено, и я думаю, что будет какую-то поправдинку. Разница в бесконечном. Это ляске. Смотрите, меня оправдал суд по задержанию... Ну, просто вопрос. По 19-3, по неправомерным действиям сотрудников полиции, я был задержан более 48 часов. Это было около 56 часов. То есть даже в суде сотрудники. Там было похищение, но это не ваше ведомство. Вы являетесь как раз в мэтищем, правильно? Да, да, да. Это вот вы являетесь... Вот это и есть... Да, да, да. Да, да. Я суд оправдал, и мы приехали в 3-й отдел полиции. Вот там и на плакате есть вот эти, я узнаю этих лиц. Мне сотрудники говорят, что мы не будем извиняться, хотя 9-я статья закона полиции, вот 3-я часть, она говорит о том, что извинения при нарушении права гражданина сотрудниками полиции, его руководством должно быть принято. Мне Кузнецов именно, который фальсифицировал материал, я признал суд, он мне говорит, что идите в пресс-службу, пресс-служба извинится. То есть вот это таким образом дышло, поворачивается, и я хотел бы понять, да, то есть как человек, который не нарушал ничего, оправдан судом, был незаконно задержан, и причем хельсинская группа проверяла этот отдел, там складские помещения, там нету камер. Это очень большой пробел. Меня запихнули в камеру без еды и воды, и вот 55 часов я находился в этом. Меня Антон зовут, Гидро фамилия. И вот получается, я сейчас это говорю, как бы, я просто хочу, насколько правомерно, он отсылает в пресс-службу, все сотрудники, он мне говорит, что извиняться будет пресс-служба. Вот я хочу по закону получить извинения. Я, конечно, хотел бы получить извинения руководителей и сотрудников, вот. Я понимаю, что вы не в курсе, но мне понять, как это взаимодействует. Так, конечно, сейчас я полностью комментариях поддать не могу, потому что я не обладаю... Я понимаю ситуацией. ... всеми документами и всеми материалами, я знаю, в общем, что-то, но досконально... Мы все готовы предоставить видео, знакомить. Я же вам, извините, да. Значит, мы сейчас приняли ваше обращение, значит, там идет речь именно об этом случае, правильно? В том числе. Ну, в том числе, но основной негативный момент, который там указывает, это именно ваше дело. Сейчас мы подумаем, кто будет являться субъектом, так сказать, ответа на ваш запрос, и установленный на законном сроке вы его получите. То есть, в принципе, он в какой-то степени справ, да, что прислужива будет извинения мне приносить? Или вы не знаете, какой... Не знаю, что ли. Нет, ответ на ваш запрос будет давать, ну, скорее всего, прислужива, то часть сотрудничества будет давать наше управление, безусловно, потому что вы его написали именно на нас, и предлагаете нам свои... Вот, он исполнитель, вот исполнителям он записывал. Да, хорошо. Вот, координаты. В этой части ответ будет давать наше управление, но нам нужно время тоже с управлением, вы поймите правильно. А оно к нам поступило только вчера. И, естественно, нужно время, чтобы все, чтобы взвесить, что-то предложить можно со своей стороны. Мы считаем, что есть смысл, есть смысл. Вы сами увидели, мы не стали потом туда собирать. Вы сами понимаете, мы сидим у нас и собираются 200 тысяч человек из регионов едут. Нам это не надо, нам это ни к чему. Когда будет для нас соответствующая конструкция или соответствующий придем к ответственному мнению, мы соберем граждан и придем к мнению, потому что то, что творится в нашей стране, меня это не устраивает. Я уже взрослый человек, сколько нам осталось, я не знаю. Ну давайте, мы всю жизнь хотим жить. Мы живем так, как будто будем жить всю жизнь. Ребяточки, мы не знаем, сколько нам кому осталось. Давайте сделаем все возможное, чтобы наши потомки вспомнили нас добрым словом. От диалога никто не уклоняется, вы тоже поймите. Но есть определенные, мы же люди в погонах, у нас есть определенные ведомственные инструкции, есть порядок взаимодействия, есть единочанин, наконец. Правильно? У нас есть широкий человек, пойдем принимать решение. Делаем так, значит, мы не делаем так. Вы же люди грамотные, знаете, это не хуже нас. Что, на что мы обращаем внимание, еще раз. Ведомство, которое возглавляет Черникова, идеально. По сравнению с тем, очень. То есть нас это устраивает, как они работают. Они контактны, они открыты. В основном. Именно службы, вот эти, ППС и все остальные дежурные части, все это отдельные государства. Понимаете, в чем дело? Отдельные государства. Невозможные. Мы не можем допустить, и вы, в первую очередь, ваши ведомства не можем этого допустить. Разделение. Одни у нас хорошие, другие плохие. Закон для всех единственных. Поэтому, вот в этом, помните, если совместными усилиями мы навели порядок на дорогах более-менее, совместными усилиями, граждане все равно принимают это нечестно. Поэтому давайте совместными усилиями и наведем порядок при задержании, при доставлении граждан. Научим, пускай они будут грамотными. Научим их совместно грамотно. Вот к этому мы призываем. Ну, кстати, а насчет приема граждан, вы зря так опаситесь и скептически к нему, потому что у нас руководители лично заходят по приборному граждану, вы можете попасть и даже высоким руководителям, в лицовую, никто, опять же, не уклоняется. Цель немножко другая. Цель сделать конференцию. Нет, ну вы просто... Да, да, я согласен. Вы скептически высказываете в отношении этого института, да, взаимодействия с гражданами. Ну, согласен. Но дело в том, что почему мы при службу обратились? Почему мы обратились при службу? Мы сказали, что мы хотим. Давайте организуем круглый стол. Мы же не говорим, что мы каждый по одному на прием. Мы на годах, на десятилетия расчет. Мы решили кардинально. Как в течение... Ну, в принципе, мы потрачены общими усилиями ведомственных граждан на службу ГИБДД, ну, где-то 6-8 лет. Вот как граждане... Вот как тяжело было приучить граждане полицейским, когда полицейский выйдет из машины. Приучили же, что не обязан водитель выходить. Ну, приучили. Все нормально. Все с этим смирились. Не просто, да? Да, не просто. Удостоверение сразу на землю. Сейчас уже удостоверение показывают. Удостоверение спокойно показывают. Полицейского простого. Он развернется. Они уходят. Вы понимаете? Если Черников с них спрашивает, пишет жалобы, заявления, обращения, все, сотрудники ГИБДД понесет какое-то рубр. Попробуйте сейчас с вами ради института. Сотрудника полиции дают удостоверение. Он развернется и уйдет. Он тебя не слышит. Поверьте, мы с этим сталкиваемся. Они просто нас не слышат. Они не обучаемы. Ну, так тоже вы не обучаете. Не все. Конечно, есть полицейские, есть грамотные. Есть грамотные, которые становятся тоже и делают замечания своим подшипенам. Даже руководству делают замечания. А вот очень часто случается, не поверите, инспектор ГИБДД, когда к нему обращается, он вынужден делать замечания другому лицу, из другого ведомства, даже старше его по званию. Вынужден, он делает, а не делает замечания. Товарищ майор, пристегнитесь, пожалуйста. Почему так? Товарищ майор, красный свет вот здесь. Постойте, пожалуйста. Есть проблема. В ГИБДД работает 900 тысяч человек. 900 тысяч. Естественно, они все разные. Они разные возрасты, разные уровни образования, разные подготовки. Безусловно, нет предела решения. Вы готовы решать совместность? Конечно, вы обратились по адресу, потому что управление общественных связей, как раз он. Но это не наш отдел, но другой. Он как раз он. Хорошо. А кому еще журналистам обращаться? Мы журналисты. Все правильно. Кому еще обращаться? И все. И нас отключает следующее. Прекратите позорить полицию. В интернете, везде. Не надо. У нас достойная, нормальная должна быть полиция. Еще раз говорю. Совместно мы придем к этому. Лично мы делаем все для того, чтобы полицию не позорить. Согласитесь, слабоватым. А с помощью активных граждан и БДД смогли сделать. Поэтому говорим, давайте вместе. Сделаем и с полицией. Из другого ведомства, вернее, не из другого, из других подразделений. Вот, смотрите, вот. Вот идет, вот посмотрите. Он на красный свет, затнимите. Вот почему гражданинам и делают замечания? Почему? Почему? Это нормально? Это грамотно? Вот, вот, МВД, вот, святая святых. Куда дальше? Ребят, а что в деревьях тогда делают? Какие они беспредельщики живут в деревьях? Для них закон не писан, да нет? Да они просто не писан закон. Вот они начали вот дебаты. Журналист должен ему делать замечание, куда вы идете на красный. Как мы спрашиваем с населения? Мы хотим, чтобы население жило по закону. Сами полицейские не хотят жить по закону. Они тоже население. Господа, по нашей линии еще есть? Нет, ну можно, спасибо. Можно один вопрос? Скажите, пожалуйста, вот у меня такая неприятная ситуация, да, я сейчас эмоционально очень переживаю, и физические страдания, и моральные были. Суть в том, что у меня сейчас есть сомнения, что люди будут привлечены по закону. То есть есть решение суда, есть факты, установленные в материалах. Как вы можете мне помочь, чтобы люди, понимаете, вот поваленная безнаказанность. Везде кричат, почему нет взаимосвязи, нет коммуникации. Есть такая московская хельсинская группа, с которой проводили, есть гражданина полиция. Вот коммуникация. Если она проводится, то я... Вот, конечно, мы взаимодействуем, но суть в другом то в том, что я, как человек взаимодействующий, знаю, хельсинскую группу, проверяю ОВД, я не в безопасности, я боюсь безнаказанности этих сотрудников. Почему? Все зафиксировано. Есть превышение. Две секунды. Ну что это такое? Красный свет. Понимаете? Она даже не представится. Видите, она пошла. Я не раздадил, она не представит. Все. Это нормально. А мы хотим от граждан, чтобы граждане говорили законопослушные. Как мы можем сейчас получить обратную связь? С вами сейчас мы тем более общаемся. Конкретно. У него там где-то в переписке. Я хочу, чтобы эти сотрудники были привлечены, была служебная проверка. И чтобы я получил вот эту сутисфакцию. Это служба может только довести. Я понимаю, я понимаю. Они не карающий орган. Они могут только довести. Конечно, конечно. Антон, еще раз вам говорю. У нас каждое подразделение занимается своим делом. Правильно? Нет. Вы жалобу писали? Я хочу рассчитывать на вас. Писали конкретно? Да, писали. Все, давайте о многом говорить не будем. Спасибо хотя бы, что нам сейчас уделили время. Давайте. Ответ у нас идет. Семь дней. Вы согласны? Запрос в СМИ семь дней. Конечно. Осталось? С вами приехали, знакомь. После праздника. Все. Можете, кстати, вот ознакомиться, посмотреть. Это другие граждане. Другой какой-то парень. Ваши владельцы. Можете посмотреть. У человека на плакате, собственно, цитаты этих сотрудников. И убедиться там. Давайте, родом не будем. Спасибо, что берете время. Ждем тогда, ребят. Спасибо. Ждем звоночка. Спасибо. Всего доброго. До свидания. Всего доброго. Через неделю опять придем. Тогда уже плакатов будет больше. Ну а что делать? Всего доброго. До свидания. Надо же действовать. Ну мы надеемся, что получим обратную связь. До свидания. Что тут у вас? Ян Николаевич, что у вас? Мы с замруководителем преступника поговорили просто. Здравствуйте. Ну да, в 21 веке мы живем, когда сотрудники БДД выделили, чтобы предотвращать нарушение катастрофона в том числе и сотрудников полиции. Здорово. Как полицейские, дорогая. Человек, такой регулировок. Добавить двигатель. Ну вот, гражданин, пожалуйста. Здорово. Да, он должен сотрудник БДД вот так он. Правильно. Вот сколько сотрудников полиции. Это ваша земля. Ребята, станьте. Вы неделю здесь постоите. Вы все работали на браках. На браках не работали. Вы бы здесь за неделю навели порядок, когда вы с юнистерскими начали. Да. Ну, в принципе, да, и не хватает сотрудников получается. Она умоляла не выписывать и не выписывать. Кому выписывать. Девочка вон, хорошенькая девочка, такая молодая. Ей написали штраф? Да, и они ее за неположеное место переход тащили туда и штраф оформили. Да ладно. Она умоляла, умоляла не надо, но ее все равно оформили. А те, которые, да, свалите от меня, они вот так вот тут ходили, к ним не приставали. Они так и уходили. Слушай, ты не замерз тут стоять-то? Я замерз, но уже как-то приют немножко. Слушай, а почему ты за этих вот должен тут стоять? Я не знаю, просто методы, какие можно еще использовать методы. Я использую все возможные методы. Законные. Законные, естественно. Так бы я, конечно, бы, ну... Не знаю, что происходит, ребята. Что-нибудь сделал, но тут единственный метод такой привлечь внимание общественников, прессу привлечь. Может быть, что-то из этого получится. Как-то лейтенант тут нашел. Чтоб он взрослее не мог найти. Вот это майор. Те, кто меня избивал, тех и нашел. Сейчас вот Колокольцево найдем. Его не надо. Да, он здесь, да? Так, а что там штрафы? Короче, вот все, кто там, ну, переходит дорогу в неположенном месте, видите, там уже порядок стал с приездом наших активистов. И всех, кто неположенном месте переходит дорогу, отводят вот туда. И выписывают им, оформляют постановление. Да, девочку оформили, да. Колес, камер! Там уже все. Коля! Коля! На, Литали! А у нас есть еще скрытый человек, так сказать. О, да, пристегнут. Скрытый человек, так сказать. Скрытый в зеленой жилетке. Да, в зеленой жилетке. Это Николай. Причем за рулем сидит непонятно кто. А почему они все катаются на нашей стране? Тем более на таких. Граждане, мы с вами купили Лексус. Лексус, да? Лексус 70, для того, чтобы какой-то чувак в пиджаке на нем катался. По красоте, конечно. Все, благополучно. Обычно говорим, как у саратов. Стоять, закон, закон. Спасибо. Ненарушение было. Спасибо. Можно кто-то написать на уроки преды? Однозначно. Если вы, ну, даже поймите, сейчас... О, мы поднялись. Да. Сейчас, если вот захотите, мы сейчас саду нас, погодно снимаем. Конечно, все хорошо. Я понял. Слушаю. Спасибо. До свидания. До свидания. Мы разговаривали с пресс-службой, с одним из заместителей, руководителя пресс-службы. Ну, беседа пришла в глава циворная. Антон Ядров лично мог пообщаться, высказать свои пожелания. Я думаю, сатисфакция все равно в любом случае будет. Они в курсе этой ситуации? Они в курсе этой ситуации. Ситуация полностью на контроле. Где-то 12 числа по закону в течение 7 дней обязаны нам ответить. Ну, сказали в ответ, возможно, будет раньше. Будет, да? Спасибо большое, вы сад Владимиром. Павел, а вы рассчитывали, что не задержат? Я рассчитывал, что меня очень быстро задержат. Поддержат пару часов и выпустят. Я все равно. Оказывается, даже не задержали. Я тоже удивлен, начали ЮСН. Ребят, если бы я знал, я бы сам постоял с плакатом. Ну, какой момент был самый такой, когда стали... Когда второй раз подошли, я думаю, ничего себе, я не... А к тебе подходили, забрали? Да, да, да. Через минуту, правда. Какая экспертиза? Ну, человек, что на поддельность хотел проверить. А потом увидел, что ретировался и сказал, что все в порядке. Что он на нервах, что требуют, нагнетали и так далее. Даже меня спасли. Тебя задержать хотели, Володя? Вову, как всегда, задержать хотели. А ты, Дедно. Давай видео вниз кидывай, короче, немедленно. Знаешь, что мы оскорбление? В чем? Оскорбление. Сотрудник, он сказал, что я безграмотный. Понимаете, оскорбление. Он сказал, что я безграмотный. На добрых, светлых глазах человек говорит, он безграмотный. Что говорить? Ну, самое классное, что пообщались мы сегодня с пресс-службой. Люди удивились, получили запрос. Сказали, что обязательно будут реагировать. И все материалы у них есть, и все видео. То есть они обязательно будут со своей стороны... Что важно, они уже в курсе ситуации. Они в курсе ситуации. Обязательно добьемся пресс-конференции, чтобы были поставлены лица, чтобы было взаимодействие. Потому что таких сотрудников, как на этом плакате, их тоже не должно быть. Их должны увозить, как в своем время возимый, там, 101-й километр был. Вот их должны увозить очень далеко. На Столыпинском вагоне должны увозить. Павел знает. Получается, не только в жизни, и на плакате не должно быть. Вообще нигде не должно быть. Здорово, что сегодня так на позитиве. Нас никто не закрыл. Мы сейчас еще будем, правда, стоять с плакатом, но сотрудники с Якиманки были знакомы, которые по гаражу ФСО очень на позитиве. Ульсал Владимирович даже сказал, что готов положать руку за позитив. Только вот люди какие-то ходили, бабушки, детушки, провокаторы. Мне кажется, что из-за них хотели еще задерживать. Что-то какой-то негатив там был, да, со стороны гражданских лиц. Задерживайте их, еще что-то. И там вот это самое. Спасибо всем, ребят. Наводится порядок. Гаишники стоят, тормозят людей. Погонка, говорят. Ну, видите, показывают на блогеров, короче, говорят. А там в блогере, короче, стоят. Они нас поругают, если что. Нельзя на красный переходить. Нельзя на красный переходить. Тем более под камеры. Ну что, ты будешь сейчас стоять, Антон? Сейчас я не буду стоять. Мы сюда вернемся, если реакции никакой не будет. И в Макичевске будет такой продолжаться беспредел. Этих сотрудников не проверят на служебное соответствие. И дальше все так будет продолжаться. Мы, конечно, здесь будем. Мы будем по очереди сюда приходить раз в неделю. И каждый пострадавший будет здесь стоять. Плакат есть. И не один, кстати. А я морально пострадал. Можно я буду тоже постоять? Павел, конечно, вы присутствовали. Вам огромная благодарность за все эти части. И многие не знают, про какие части идет речь. Вот. Вы погружены в материал. Более, более, более чем. Потому что более всех. Поэтому, конечно, самое главное, это как у Остапа Бендера. Потерять веру в полицию и в защиту. Вот на основе вот этих вот персонажей можно потерять веру в свою защиту. Реально. То есть не обратиться, не... Хотя могут эти же люди, то есть как говорили, да, там, языки. И перебегайте на другую сторону дороги, когда видите полицейских. Я хочу, чтобы ситуация менялась. Чтобы мои дети, чтобы мои близкие и друзья в виде полицейских могли им подойти и сказать, что... Ребят, есть нарушение. Я хочу к вам сделать обращение. Чтобы они реагировали. Спасибо, Антон. Спасибо. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok